Так, ну всё, начинаем тогда? Да. Добрый день, уважаемые гости. Ребята, добрый день. День добрый. Сегодня, как вы понимаете, у нас не совсем обычный урок. У нас присутствуют гости с разных уголков нашей страны. Но я очень надеюсь, что вы не будете стесняться. Мы с вами так же, как обычно, плодотворно поработаем. Итак, мы с вами продолжаем размышлять. О содержании сказки «Были» Андрея Платонова «Неизвестный цветок». Произведение совсем небольшое, но тем не менее, мы уже несколько уроков о нём говорим. И когда мы его прочитали, Саша сразу сказал, я знаю, какие здесь темы поднимаются. Я ему сказала, подожди, потом. Потому что очень важно понять, что за человек написал это произведение, в каких условиях вообще оно писалось, каким языком было написано. И вот это всё мы с вами разбирали на предыдущих уроках. К такому глубокому, полноценному анализу произведения мы даже ещё не приступили. И вот сегодня, как раз, наша задача понять, зачем было написано это произведение, что хотел намести до нас Андрей Платонов. Именно этим, в общем, мы сегодня и займёмся. Произведение маленькое, но очень важное. Ведь давайте вспомним, в каких условиях писался неизвестный цветок. Он уже, он лежал в полуточек, в лёгком состоянии. В полу-лёгком состоянии. Ну, он не вставал уже с кровати, написал этот инфекция. Оно было написано, не надо было его смерть. Да, даже там поменьше. То есть он писал, будучи прикованным к постели, да, уже, он не вставал. Он писал его лёжа. То есть, понимаете, вот когда мы с вами заболеваем, да, мы ничего уже не хотим, хочется просто лежать и ничего не делать. А тут человек, понимая, что ему остаётся совсем немного, лежит и пишет это произведение. Значит, наверное, в нём есть что-то очень важное, что ему было нужно донести. Причём, он ведь понимал, что его современники его даже не прочитают. Почему? Наверное, потому что его не могли, так как его не разрешали, печатать. Конечно, его же не публиковали. Сколько лет? Сам лично Сталин запретил его публиковать. Его не публиковали, а он продолжал писать, писать, писать. И вот уже уходя, да, он всё равно пишет вот это вот маленькое, такое небольшое произведение. А значит, ему было важно что-то кому-то передать. Кому? Машину, Калинина, наверное. Как его окажутся. Не принципиально вашу, да? А вообще, да, когда-то он понимал, что когда-то опубликуют, да? И поэтому будущим, да, поколениям очень важно было что-то передать. Вот сейчас мы попробуем разобраться и понять, что. Дайте нам следующий слайд. Итак, что это? Что это, Рома? Где я их взяла? Из рассказов. Нет. Где я их взяла? Вы их составили с вами? Нет. Из интернета? Нет. А у вас таких нет? У нас есть. А вы их где взяли? Написали. Ну, что вы говорите, что я взяла из интернета? Я у вас списала, да? Мы с вами их составили... Да, мы с вами их составили на уроке. В первый день, когда мы только прочитали это произведение, оно есть у вас в тетрадках. Найдите. Мы записали эти характеристики. А потом я вас просила, воспользовавшись словарем синонимов, добавить сюда еще характеристики. Найдите. Итак, Даша, что еще можно сюда добавить, Варь? Какую еще характеристику можно добавить? Милосердная. Ты даже? Решительная. Решительная. Так, еще. Милосердная. Милосердная. Да, не просто добрая девочка, да, пожалела, а что-то сделала, да? Милосердная. Стас, что еще? Заботливая. 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 Саша. Неравнодушная. Неравнодушная. Есть. Еще. Полина. Добродетельная. Хорошее слово. Наблюдательная. Какая? Наблюдательная. Наблюдательная. Не буду все писать. Еще. Понимающая. Понимающая. Внимательная. Сказали. Нежная. Ну, можно? Решительная. Решительное сказание. Ладно, достаточно. Цветок. Упорный. Упорный. Есть у нас здесь. Какой? Жизнелюбивый. Маленький. Есть. Маленький. Есть. Стойкий. Стойкий. Еще. Прекрасный. Пусть будет. Жизнеутверждающий. Так. Хорошее слово. Отважный. Смелый. 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 Мы, по-моему, тут. Стойки сказали, да? Насколько я помню. Итак, вот скажите мне, пожалуйста, с Дашей все понятно. Даша девочка. Нам очень легко дать ей характеристики. У нее есть некий характер, да? Мы по поступкам можем дать ей характеристики. А так? Мы умудрились дать характеристики цветку. Вот он здесь растет, да? Я откуда знаю? Там стойкий он, не стойкий. Как, Ром? Потому что его там стихотворение описывали. Почему стихотворение-то? Ой, в заказе. В заказе. В береме говорили, что он такой, ну, что он вистот, там, где вообще нет. Скажи литературным языком. Он его олицетворил. Конечно, он использовал прием лицетворения, да? Я олицетворил его. Поэтому приведите мне пример, где там приемы олицетворения. Где, Саша? Любовь, вспомните, можете в тексте найти. Питался. Он питался. Так, еще. Он питался. Цветок трудился каждый день. Там говорится. Сторожил, сторожил. Цветок сторожил. Ветер был там. Еще. Цветок радовался. Цветок дремал. Он дремал, когда ему было совсем тяжело. Кушал. Он добывал себе пищу, трудился. Цветок скучал. Цветок скучал. Достаточно, спасибо. То есть, смотрите, мы можем назвать его героем произведения? Да. Он трудился за свою жизнь. Мы знаем историю его жизни? Да. Мы знаем, как он родился? Да. Как он жил? Да. Как он умер? Да. Он умер, мы не знаем. То есть, вот он. Он живой. Поэтому мы совершенно спокойно говорим о том, что у нас два главных героя произведения, которые нам нужны. Для чего? Зачем я взяла два этих образа? Что мы будем делать с ним? Мы будем описывать его. Еще. Будем их анализировать, да? То есть, у нас задача сегодня такая. В любом случае понять, о чем это произведение, ради чего написано, что передал нам Платонов. Помним, да? Так вот, как мы это делаем? Мы анализируем всегда произведение очень внимательно. И первое, что мы анализируем, это, естественно, главных героев. Вот она, одна такая задача на сегодня. Еще, как вы думаете, о чем еще мы сегодня можем поговорить? Что еще проанализировать? Раз, у нас самая главная мысль. Конкретно. У нас и задача главную мысль понять. А что мы должны проанализировать? Проблемы тоже понимаете. Ну, это глобально. Проблемы нужно к ним прийти, а взять конкретно. Это опять туда далеко? Какие-то темы возьмешь, если мы еще ничего не проанализируем? Вот мы героев возьмем, проанализируем еще. Что еще? Пионеров. Конечно, у нас есть образы пионеров, которые сделали очень важное дело. Какое? Они привезли туда гунта. Зачем? Зачем? Чтобы там росло много цветов, и она не была таким... Да, и не было таких жидких мест. У них сразу была такая глобальная задача привезти много удобрения. Нет, не было свобода. А что? Зачем? Чтобы помочь. Чтобы помочь. Да, изначально-то хотели всего лишь одному цветочку помочь, да? То есть у нас есть Даша и цветок, которых мы будем анализировать. У нас есть образ пионеров. Нам нужно понять, почему пионеры. Как пионеры помогли цветку. Еще что анализируется такое важное? Виль. Экологию. Экологию сложно так проанализировать. Это такая сопутствующая. То есть мы сейчас конкретные какие-то вещи. Что мы обычно еще анализируем, какое произведение разбираем? Ну, мы его выявляем. Откуда? С 0 и сразу так 10. С 10 и 10. Ну, события, да? События. Я могу сюда, конечно, написать, но они будут все равно связаны уже с героем. События. Ну и название, конечно. Все-таки название тоже нам нужно будет понять, да? Почему такое название? Что же это за неизвестный цветок? Вообще, когда мы только название с вами видим, неизвестный цветок, мы сразу понимаем, что общая тема какая? Цветок. Общая тема. Что-то. Шир. О чем? Рассказываю. В итоге вообще не было. Впервые увидим. Ну, растения, шире. Еще. Экология. Экология еще. Цветок экология. Давайте это, поуже. Цветок это что вообще? Это растение. Значит, он представитель чего? В широком смысле этого слова. Природа, конечно, одним-то словом. Конечно, все-таки это природа. И говорим мы сегодня о взаимоотношениях человека и природы. Для Платонова, давайте вспомним его биографию. Для Платонова это случайная тема? Или он хорошо понимал, о чем он пишет? Он хорошо понимал, о чем он пишет. Он хотел, чтобы было все хорошо с экологией. И любил растения. Нет. Еще. Он писал только правду и писал то, что в мире уже плохо. Надо беречь природу так, как природа очень мало. Так, еще биографически. Как Платон в природе, какое отношение он в природе имеет? Из его биографии что еще? Он считал ее живой. Еще. Сам Том, какое отношение имел к природе в жизни? Точнее. Как он был связан с природой? Вы знаете, мы об этом говорили, конечно же, и не раз даже. Он работал человеком, который давляет почву. Кто помнит, как называется эта профессия? Миллиоратор. Миллиоратор, конечно. Он несколько лет работал миллиоратором. Он именно работал с почвами. Он изучал землю. Он очень хотел заняться таким масштабным изделенением нашей планеты. Поэтому, безусловно, это очень важно. Итак, сейчас мы сформулировали какие-то основные направления работы. И работать вы будете вот так в группах. Я специально рассадила вас таким образом, для того, чтобы мы более конкретно и мобильно поанализировали разные стороны этого рассказа, разные аспекты. Первая группа. Вы будете работать с образами Даши и Цветка. Вы будете как раз работать с пионерами. Будете пытаться разобраться, почему пионеры, и как они помогли Цветку. И вы больше разбираетесь с самим Цветком, с названием. У вас есть фрагменты текста. С этими фрагментами вы работаете очень тщательно, читаете внимательно, находите в них информацию и записываете на большой листочек. У вас будет всего 4 минуты. Времени мало. Поэтому, если вдруг вы не успеете что-то сделать, я вас остановлю, и мы по ходу будем дальше дорабатывать. Хорошо? Все, работаем. Соня, оперативно. Хотите, можете не записывать. Главное, найти аркеты. Пытайтесь их найти. Бегом, бегом, бегом. У вас тишина, Дима, помогает. ПWelcome! Очень же. Поехали. Бегом, бегом, бегом будешь! Юinch империи. Помогу на листочка. Женя! простые в часы! Хоми,-мхоми! Я говорил! Ухи! Мне много нет. Теме, блин. Я ечем. Теме! Ухи! Я86! Ха-па-па. Я желаю, потому что, что Estoy отвечали. Продолжение следует... 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 Причем, смотрите, Даша ведь, вот она увидела цветок, да, она подошла, увидела такой необычный цветок. И она, вот мы здесь увидели, его унюхала. То есть она им восхитилась, да. Она ведь могла поступить по-другому? Да, она могла бы называть, но еще. Конечно. Это очень красивый цветок, он ей понравился. Она могла сказать, ребята, я вам цветок принесла, смотрите, какой красивый. Но Даша так не сделала. Почему? Она понимала, так как это был ровно один цветок. Почему? Этот цветок уникален, он у нас самый красивый. Таких цветов вообще нигде нет уже. То есть если бы это был другой цветок, Даша бы его сорвала или затоптала? Она пионерка. Она пионерка. И что? Это ее было, это было ее занятие, просто помогать природе, не важно, какой, предителям, родственникам природе. Во-первых, в кодексе у пионеров было помогать природе. Так, еще. Он был одиноким, то есть она на уровне чувств, да? То есть она почувствовала. Почему некоторые люди вот спокойно срывают цветы, да, сорвал и выбросил, а другой человек никогда не позволит себе? От чего это зависит? Он понимает ее чувства. Она понимает его чувства. Слышишь вопрос? Почему некоторые люди спокойно срывают цветы и выбрасывают, а другие люди никогда не сорвут и не выбросят? Почему у них нет души? У кого? У тех, кто знает. Так, еще. Они не понимают ценности природы и поэтому просто так срывают цветы. То есть это все-таки культура отношения к природе, да? А опять же образ матери, оно, видимо, воспитано здесь, это отношение к природе, как к живому, да? То есть Даша не возомнила себя хозяином природы, да? Мы же с вами видели этот, что лети-лети лепесток, да, через запад на восток, исполняемые желания. Там где еще срывали у нас цветы? Алинький цветочек, да, вот нам говорят. А здесь? Нет, совершенно другое. Очень долго мы здесь, да, но проговорили важные вещи. Второй момент. Диалог Даши с цветком. Почему ты такой? Как ты тут вырос, да? Тут же память, блин, как ты один живешь? Как ты не умер? Даша склонилась к нему и поцеловала его. Что? Какие здесь чувства? Что она? Почему она ее поцеловала? Так. Чтобы мы не было трудно, а здесь шкафная. Еще. Вот жалко могло быть в первом моменте, когда я просто увидела, как он один растел. А здесь, смотрите, какой эпизод. Как тебя зовут? Меня никто не зовет. Как ты тут вырос? Тут камень, тут глина. Как же ты такой вырос здесь и не умер? Что ее здесь поражает? Его упорство. Его упорство. Его сила, да, вот такая вот жизненная. То есть она восхитилась, да, им. Так, еще. Дальше пошли. Третий мой фрагмент. А потом Даша привела пионеров. Привела и заставила их остановиться, да, вот там где-то. И сказала, смотрите, как хорошо пахнет. Это он так дышит. Что здесь? Какое чувство испытала? Гордость. Гордость. Она привела их всех, смотрите. Да, то есть вот оно идет. То есть сначала просто увидела, не прошла мимо, остановилась, подошла, полюбовалась, да, восхитилась. И испытывала чувство гордости. Вот он первый фрагмент. А потом Даша привела пионеров. Не кого-то, а пионеров. Почему пионеры? Почему пионеры? Рядом, наверное, были еще и другие люди. Почему пионеры? Кто-то знал, что они точно не скажут. Не нарушат кодекс. Чистый, кодекс чистый. Ну, получается, пионеры помогали только потому, что у них кодекс, а так они не хотели помогать? Они это хотели. Почему хотели? Потому что им это нравится, они хотели это сделать на благородине. Конечно, пионеры не просто потому, что они только слово дали. Они для Родины работали, да. Смотрите, у нас уже была Родина здесь, да. Вот она, природа, часть Родины. А теперь у нас еще пионеры. Они, да, они формально служили Родине, но они действительно искренне всегда хотели, чтобы наша планета, чтобы наша Родина была лучше. Поэтому так. Дальше. Как пионеры помогли цветку? Они принесли пакет с удобрениями, высыпленный цветок? Нет. Нет. Что они сделали? Варя, у вас текст перед глазами. Приведите мне примеры из текста. Дима, что они сделали? Измерили его шагами и сочетали, сколько нужно привезти, тачки с навозом из алоэ, чтобы удобрить мертвую глину. Ну, они привезли это все. Они же не просто бросили, они все уравняли, ну, чтобы появилась жизнь. А до того, как уравняли? Ну, привезли, измерили. Что измерили? Сколько надо грунта. Сколько надо удобрения. То есть они измерили пустырь, просчитали, да, все, сколько нужно удобрений на этот пустырь, и все это привезли. Зачем им нужно было удобрять весь пустырь, если помощь была нужна всего лишь одному цветочку? Чтобы там появилось, если появилось еще больше цветов. Вот, то есть не просто, да, вот этому цветку мы поможем, да, здесь шире, да, помочь вообще земле. Для чего? Чтобы экология стала лучше. Так, это третий, да, уже? Ну, тут же не было прям конкретно в рассказе задачи, что они принесли удобрения, чтобы экология стала лучше. Они чего хотели конкретно здесь? Они хотели, чтобы родина стала лучше, чище, и было меньше. Поговорить с такими философскими фразами. Мы сейчас вот этот рассказик анализируем. Вот здесь конкретно. Ты прям очень далеко сейчас уходишь, да, ты прям говоришь. Чтобы экология не было. Чтобы здесь конкретно, да, вот здесь, на этом пустыре, они оказывают помощь одному цветку. Но при этом они весь пустырь, да, удобрили. Для чего? Для того, чтобы там росли такие же цветы, как он. Конечно, чтобы у него появилось потомство, чтобы этот уникальный экземпляр здесь не погиб, да, не... Чтобы у него появилось потомство, детки там, да, про детей дальше идет речь. Что значит они хотели, чтобы на пустыре земля стала доброй? То, чтобы она была плодородной, чтобы там росло больше цветов. Доброй. Была пригодной для жизни. Да, доброй по отношению к растениям, да, пригодной для жизни. Быть будет так. Хорошо, ладно. Идем дальше. Третья группа. Следующая группа. Жил на свете маленький цветок, никто не знал, что он есть. Даша пошла на пустырь и увидела маленький цветок, да, и такого больше нигде нет. То есть вот, мы уже немножко здесь начали об этом говорить. Здесь подчеркивается уникальность цветка. Но вопрос-то вот, и автор назвал, да, неизвестный цветок. Насколько важно, что он вообще неизвестный? Он неизвестный, он важный для того, что там было. Вот, его не написано ли в каких-то книгах, так, из-за его, ну, где он обитал, из-за этого он только таким был. Он мог вырасти своим цветом, но из-за того, что ему не хватало влаги, у него жирки становились разного цвета. Ну, это понятно, да, Саша, смотри, я к чему здесь. То есть, да, он необычный, он, мы уже сказали, да, не такой, как другие. Но автору важно, чтобы пионеры помогали именно этому цветку. Да. То есть другому бы они не стали помогать. Нет, они помогли бы так же, чтобы даже была бы народная земля этим же цветком. Но другим просто цветком. Даша бы так же пришла. Все равно бы Даша пришла, пионеры бы, все равно бы помогли. Полин, что ты подел? Она не видела, что она никогда не видела этот цветок. Он, кстати, здесь не просто, не такой, не такой. Ну, да, мы об этом уже сказали. Он уникальный, действительно. Но мы сейчас говорим о том, насколько важно, что этот цветок неизвестный. Это принципиально для того, чтобы помогать цветку? Нет. Да, если бы там рос другой какой-то цветок, пусть он будет известный, но он рос вот в таких же условиях. Они бы ему помогли? Обязательно. Помогли. Для нас, что это неизвестный цветок, важно лишь в том ключе, что важно сохранить, да, вот это природное разнообразие. Если ты родился, да, на этот цвет, ты нужен, ты важен, вот таким, какой ты есть, да, и поэтому в любом случае они бы помогали всем. И второй фрагментик, да, вот здесь. Что, Саша? Они называли его геном так, как он боролся за свою жизнь, и они не понимали, как он там жил. Вот, то есть автор его назвал героем, этот цветок, еще, точнее, почему герой? Ну, потому что они знают, при каких условиях он жив. При каких? Почему, кто без воды, без еды, жив в камнях? В камнях с трудом добывал, да? Пылинки. Капельки росы пытался, да, вот, добыть себе. То есть ему тяжело было выживать, поэтому он, как герой, выжил благодаря чему? Благодаря своему упорству. Упорству, силе, да, желанию жить. Вот, вы реально в природе, вот, ну, где-нибудь вообще в окружающем мире видели, примеры, как... В окружающем мире видели примеры, как природа борется за свою жизнь? Да. Где? Когда подорожник растет через асфальт. Подорожник растет через асфальт. Действительно, можно такое увидеть. Дерево растет через асфальт. Есть такие. У нас в пещеру идти, там вот эти скалы, а из скал прям там деревья растут, да? То есть вот, то есть природа хочет жить, да, и у нее действительно порой можно поучиться, да, чему? Упорству. Упорству. Силе и надежде. Да. Так, и самое главное, вот из работы вашей группы мы все-таки какую мысль должны выделить? Вот все-таки для чего, для чего нужно было помогать этому цвету? Чтобы пошло потомство. Чтобы пошло потомство. То есть чтобы... Они нашли единственный дезиндар, они могли бы его показать всем, чтобы их много встало, и никто это не видит. И они бы порадовались за них. Так, вот, очень хорошую фразу, да, Тимофей произвел? Сохранить разнообразие, да, то есть очень важно. Вот это вот сохранение природного разнообразия, мы его сохраняем для чего? Для потомков. Для того, чтобы передать, да? Нам передали, и мы сохраняем для того, чтобы передать. А сам Платонов, он сделал что-то для... Что-то, чтобы он передал другому поколению? Да, он как работа миллионатором, многое привезли, и искал почву, и было много. Ну, это он, получается, больше... Ну, хотя да, можно так, а еще? Писал эти произведения? Конечно, писал очень много, хотя писал-то в каких условиях? Можем в кровати. Это умрешь в последний год, а до этого... Его не публиковали. Его вообще не публиковали очень часто, да. А он писал, 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 постоянно писал, каждый год. Понимая, что его вообще не публикуют, запрет. А он продолжал писать, зачем? Зачем? Я знал, чтобы она не должна когда-нибудь их опубликовать. И зачем его книги нам? Алис, чтобы мы знали прошлое. Так, еще. Он знал, что его опубликовали, когда из СССР... Сказали только что? Мы знали правду. Чтобы люди знали... Будут передать, да, тоже какую-то правду от той действительности в следующем поколении. Так. Сказали, Саша, только что. Еще. То есть, когда мы сохраняем природу, мы, как вам сказал Тимофей, сохраняем природное разнообразие, да. Когда мы сохраняем то, что передали нам, да, писатели, вот в частности эти книги, это сохранение какого разнообразия? Культурного. Культурного, конечно. Книги это не природа. Культурного. То есть, вообще, можно провести какие-то параллели между цветком, неизвестным, и платоном? Да. Какие? Какие? Ну, какие цветок там не было, как забыть. А платонов просто, как люди, гераторы, он не забрал такой... Еще, точнее. То, что Платонов так же, как и цветок, не сдавался. Шел все дальше, дальше и дальше. Смотри, человек не публикует, а он пишет. Пишет, 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 да. Некомфортные для него условия. Цветок точно так же. Ему тяжело, да, он в глине, в камнях растет. А он? Пытается жить. А он пытается жить. То есть вот они в параллели. Итак, вот смотрите. Мы примерно в начале урока понимали, о чем мы будем говорить, что будем анализировать. Но в ходе урока еще, да, какие-то аспекты анализа у нас появились. Что еще мы проговорили очень важного сегодня? О роли пионеров вообще. Так, еще. Ну, все, уже, Саша, поднимаемся от вот этой вот конкретики. Мы это в начале, да, говорили. Вот сейчас, когда мы делаем выводы. Какие выводы мы можем сделать? Помните вопрос-то, который встал перед нами в начале? Нам что-то Патонов хотел передать, написав это произведение. Что? Что такого важного он хотел нам сказать? Что такого ценного есть в этом произведении? Что он писал его накануне смерти, уже вот превозмогая, да, свою боль? Ценить природу и ценить разнообразие ее. Ценить природу, ценить ее разнообразие. Еще. Чтобы мир устойчивый. Сохранить природу. Что значит устойчивый мир? Что? Устойчивый мир, это, ну, что человек не так вот, не то, что он король, а то, что все равны. Кто равен? Ну, природа человеку. Вот, ну, да, он так сказал, человек не король, да. То есть человек не хозяин природы. Смотрите, Платонов маленький рассказик. А по сути, да. Он нам так и говорит, человек не хозяин природы. Человек и природа — это одна семья, да, вот этот вот образ матери. Смотрите, что происходит в рассказике, да, услышала, да, благоухание, подошла, посмотрела внимательно, восхитилась, да, поняла, что вот, это семья, это Родина наша, это связь с мамой, да, препозвала своих друзей, да, которые тоже все делали во благо Родины, во благо сохранения нашей Земли, да, нашей планеты, вот, помогли, да. И чем закончилось-то все? Эта помощь была нужна? Да, да. А она даже уехала и приехала, там уже было много цветов, но не было того цвета, но было, было сына. Вот, у цветка появилось потомство, да, очень важную вещь сделали, да, для Родины, для планеты, для Земли. Ну, давайте, да, пойдем дальше. Здесь тоже, вот, все-таки вопрос рефлексии. То есть, смотрите, по сути, вот, мы делаем вот такой, что, в общем-то, забота о природе и забота о Родине, это близкие понятия, безусловно. Да, то есть, вот, природа и патриотизм, они неотделимы. То есть, природа и человек связаны как? Они живут одной семьей. Да, то есть, очень связаны тесно, это как одна семья, да, то есть, это, нет, не должно быть вот этой вот иерархии, да, цветок и я тебя сорву, да. Мы видели же такое недавно, и у Грина, да, как Ассоль. Помним, общалась с природой? Вот, она шла среди деревьев, да. Семь, не обращалась деревьев. Вот, она говорила, братцы мои, ты брат мой, да, вот она шла. Вот оно отношение к природе. Чему человек может научиться? Упорству. Чему? Упорству. Упорству еще? Труду жизни, то, что надо любить, то, что у тебя ищет. Ну, вот как цветок живет, там вообще сложно. Сложно жить? Ну, кажется, то, что Тима сказал. Упорство, силу, силе воли, да, еще. А чему еще может человеку природа научиться? Трудиться. Ну, особенно у дикой природы, да? Вот цветочки в горшочках-то мы удобряем, поливаем. А дикая природа, она вообще достойна восхищения, правда? Потому что в каких условиях все это происходит? В нашей школе ведется какая-то работа по улучшению? Да, да. Какая? Леса, дубовка, выходит проект. Зеленая аксиома. Есть проект дубовый остров. У нас много мероприятий, да, по зеленому аксиому. Мы ведем эту работу посадками. Да, занимаемся, есть все это у нас в школе. А известны ли вам какие-то примеры разрушительного влияния человека на природу? Согласна. Человек потребляет своими ресурсами земли. Человек потребляет ресурсы земли. Как? Потребитесь. Нескорочно. Бездумно, да? Много, не экономя их. Так. Вот, смотрите, остров Пасхи появился, да? Срубили все деревья, и почва просто распалась, и все там очень... Что может сделать каждый человек для того, чтобы наш мир был устойчив? Посадить деревья. Посадить деревья. Позаводить. Вы садите... Это же оно мы прочитали, да, как садил человек деревья. Война идет. Одна война, другая война. А человек 40 лет там садит свои деревья. Садит и садит. А там уже губят его леса. Война идет, а он дальше садит деревья. Потому что ему важно сделать, да, вот эту вот местность... Сделать так, чтобы она ожила. Еще. Садить деревья. Еще. Не садит. Не садит, не садит, а садит. Ну, после этого человек шел, взял, но у него там такое неудачитивое... Ну, не загрязнять природу. Так, еще. Что может еще человек сделать? Что? Правильно расходовать ресурсы. Ресурсы правильно расходовать. Ну, давайте будем... Ну, это безусловно. В общем, самое главное, да, это в любом случае заботиться о природе, да, потому что... Соня, вы, видите, если тебе не хорошо. Соня. Вот, то есть очень важно заботиться о природе. Потому что, ну, общий-то вывод, да, это и есть забота о природе. И вот смотрите, после того, как мы такой глубокий урок провели, на многие темы поговорили, вот очень хочется, чтобы это не осталось в пустоту, чтобы вы вышли и забыли. Вот давайте попробуем поставить какую-нибудь задачу на будущее. Можно взять из тех, которые я вам предложила. Вы можете придумать свою, какую-то задачу. Вот что важного лично вы могли бы в будущем сделать в этом направлении? Принял бы учиться с саженцами дубов в ходе. Вот, это спокойно можно сделать в нашей школе. Саженцы дубов растут, можно спокойно за ними ухаживать, подключиться к ребятам. Так, еще. Летом присмотреться, в основном дворе растения, а дуанчики, это сорняк. Вы прекрасно закончили. А если он родился, этот углубанчик? Надо кричь садить. Прикричь садить еще лучше. Это и есть такая большая проблема, потому что люди действительно считают, что вот эти растения не нужны, эти не нужны, это крапива, она жаль. Это и есть, вот оно, бездушное, да, такое отношение, потому что они мешают человеку, они мешают нам в огороде. И, Саша, вот. И поэтому, да, это и есть насилие над природой, да. Привыкли в последнее время наши люди вот так вот относиться к природе, к сожалению. Поэтому мы пытаемся, конечно, сейчас идеологически что-то менять. Все-таки делать так, чтобы природа жила, передавалась как некое достояние, наследие, да. Так, есть что-нибудь еще? Тяжело, да? Ну, смысл понятен этого рассказа, для чего он был написан, Платоновым. На что он просит поколение следующее обратить внимание. На природу. Спасибо большое за работу. Можете собираться. Спасибо.